Сейчас у меня будет минут 20-30, где я постараюсь рассказать последние выводы, последние свои мысли. Опять же, кого-то вдохновит, это отлично. Давайте, если у вас будут какие-то вопросы или что-то в диалоге, поднимайте руку. Давайте с вами пообщаемся. Тем более я вижу, что вы открытые такие веселые люди, особенно есть даже у вас какие-то методики, да, собственные наработки. Это очень круто, мы их обязательно обсудим в том, в течение сегодняшнего, завтрашнего и на третьем дне, конечно. Ну что, поехали? У меня есть 10 пунктов, о которых я сейчас расскажу, и мы их, наверное, каким-то образом обсудим. Первое, что нужно понимать, это самое важное, наверное, самое главное, что развитие, развитие, если мы делаем, оно идет всегда через себя и студию, если у вас есть команда. Поэтому, чтобы как-то развиваться, мы понимаем, что мы должны действительно приходить на мероприятие, должны каким-то образом понимать, что текущее положение по каким-то причинам нас не устраивает, и мы должны двигаться. Это понимание у нас, это понимание у вас уже есть, потому что вы уже здесь. То есть это круто. Второе, конечно, это команда, потому что один в поле не воин, в одиночку очень тяжело будет и работать, и что-то делать, просто потому что получится, конечно же, да, но это будет через муки. И самое главное, что модель поведения, работа в одиночку, она чем дальше, тем больше она укрепляется. У меня так тоже было, я очень долго работал один, и, к сожалению, это очень сильно не дает развиваться навыку делегирования. То есть как только мы работаем сами, пытаемся сделать все самостоятельно, угнетается вот это вот делегирование. А работа в команде, делать сложные проекты, делать проекты уровня действительно достойного, у меня будет завтра выступление, буду показывать проекты и как мы их делали в одиночку, ну, либо это очень долго, да, там, может быть, несколько лет, либо, ну, просто не получится, потому что нельзя быть экспертом во всем. Второе, что хочу сказать, есть деление. Я очень много дизайнеров видел, очень много общаюсь, у меня своя школа, мы делаем дизайн-конференцию огромную, только закончилось, 500 человек было уже 8 лет. То есть я общаюсь с, наверное, 10 или 20 тысяч дизайнеров у нас есть, так или иначе, кто с нами контактирует и с кем я контактирую. И я смотрю, как получается, да, у разных специалистов. И мнение такое есть, что в каждом городе, в каждой стране какие-то свои уникальные дизайнеры со своими какими-то уникальными проблемами и свои уникальные клиенты тоже со своими какими-то особенностями. На самом деле ничего подобного, везде и дизайнеры, и клиенты одинаковые, и проблемы везде одни и те же. Да, есть какие-то нюансы, конечно же, да, с учетом, может быть, региональных особенностей, но они настолько минимальны, это те 2-3%, которые, в принципе, учитывать не стоит. Поэтому, если мы говорим о принятии опыта, если мы говорим о какой-то системе, если мы говорим о том, что вы можете выстроить свою работу, то вы точно это можете сделать, и вы точно это можете сделать так же, как и сделают другие дизайнеры в любом уголке мира. Поэтому самое важное, вот если вы чувствуете, что что-то у вас не получается, или именно у вас не получится, то это не так, получится точно. Но второй пункт немножечко не об этом, он идет о том, что есть дизайнеры, Это тоже надо понять. Также, общаясь со многими людьми, я понял, что есть ребята, которые работают в хаосе, их это устраивает, им это отлично. То есть у них команда, которая работает слаженно, но они не строят никакую систему, им это не нужно. Они работают именно на эмоциях, с каждым клиентом индивидуально, с каждым клиентом подстраиваются под свой путь. Как показывает практика, такие команды тоже могут быть очень успешны, и такие команды могут быть именно работать в себе удовольствием. Если мы работаем, то мы должны работать так, как мы хотим, так, как нам нужно. И вторая категория, это те, кто все-таки хотят работать в команде, хотят работать системно, у них мозг заточен именно таким образом, чтобы разложить все по полочкам, а не смешивать весь дизайн воедино. И надо просто понять, попробовать понять, к какому типу вы относитесь, и в зависимости от этого не надо мучить себя, если вы не системный дизайнер, или вообще вам это тяжело, не нужно пытаться организовать все, прописать документы и построить какую-то историю коммерческую именно на основе студии документов. И наоборот, если вы чувствуете, что вот, ну как же никто не может действовать так, как надо по правилам, тогда вы сможете это организовать. Вот я встречал в общении с дизайнерами вот именно такое метание, то в одну, то в другую сторону. Задача, в принципе, определиться. Есть и плюсы, и минусы каждой методики, естественно. И к одним дизайнерам тоже надо понимать, что идут клиенты одной категории, то есть эмоциональные, допустим. А ко вторым идут те, которые хотят именно четкость, системность и функциональность, все, что вот с этим связано. Клиенты разные, как я сказал, что каждый найдет здесь своего. Еще одна мысль про творчество, когда оно возникает. Ну, не знаю, как у вас, честно скажу, наверное, у каждого свое, я могу рассказать, как у меня лично это получается. У меня вот эта вот организационная часть, которая касается бизнеса и касается вообще порядка, у меня она занимает очень много энергии. То есть я не люблю работать с договором, я не люблю следить за сроками, я не люблю понапрасну общаться с клиентом, особенно с эмоциональным клиентом. Вот бывает так, что ты поедешь, поговоришь, и бывают очень тяжелые клиенты, и ты как будто потом выжат как лимон. Ты не можешь дальше в течение дня ничего делать, то есть ты как будто мешки картошки разгружал, а не с клиентом общался. Вот это все достаточно тяжело бывает. И именно это угнетает, к сожалению, творчество у меня так. Поэтому часть работы, часть административных задач я стараюсь делегировать, чтобы высудить себе энергию для того, чтобы вдохновляться, для того, чтобы общаться с людьми в конце концов, для того, чтобы придумывать что-то интересное, посещать выставки, мероприятия. Нужно это сделать, чтобы освободить ваше время. Даже если вы, как я сказал, не системный дизайнер, если вы эмоциональный дизайнер, то вам все равно нужен какой-то помощник. Вам кто-то нужен, кто будет разгружать вас административных хотя бы базовых вещей. Поэтому навык делегирования должен быть в любом случае, даже если у студии не строится, делегирование должно быть все равно, его нужно получать, без этого не бывает. В сутках всего 24 часа никакого специального другого инструмента, никакая личная эффективность в блокнотике. И все, что вот с этим связано, вы не сможете ускорить себя, кроме как делегировать часть работ на других людей, надежных. Системно это будет, либо вы просто договоритесь на пальцах. Так, я не знаю, на пальцах. Это уже от вас зависит. Но это нужно делать. Это обязательно. Четвертое – это порядок. Если мы говорим о порядке, о системе, что я вообще имею в виду? Есть три категории. Три основных категории, которые нужно развивать. Первое – это производство. Вы должны знать, как идет ваш дизайн-процесс от начала до конца. Не метаться, а знать, что вы делаете и зачем. Не как клиент захотел, а как вы это придумали, как вы должны работать. Это освободит, опять же, энергию. Мы все боремся за энергию. Нам очень важно делать так, чтобы у нас оставались силы. Поэтому процесс прописывайте. Могут быть отклонения, конечно, но в целом история должна быть четко написана. Второе – это привлечение клиентов. У нас должна быть стратегия привлечения клиентов. Существует четыре основных концепции привлечения клиентов. Это активные действия, экспертность, известность и польза. Вот эти четыре концепции – это целые направления, целые прям большие-большие области, в каждой из которых есть там своя структура, своя история. Если вам будет интересно, на третьем блоке я об этом детально расскажу, и вы сможете понять, какое вам подходит. Но любой маркетолог, любой специалист скажет, что нужно делать все. Нужно давать и прямую рекламу, и быть известным, и экспертом, и еще какие-то мастер-классы давать. Это все круто, это все вместе работает. Но что подойдет именно вам? Что вы сможете сделать, и что будет выстрелить именно для вас? Тоже непонятно. Поэтому очень важно покопаться немножечко в себе, продумать предыдущие вот те вопросы, о которых мы уже поговорили, некоторые пункты, и насадить это в том числе на привлечение клиентов. Именно от того, какие у вас клиенты будут, как вы хотите работать системно, несистемно, какую стратегию вы выберете, именно от этого будет зависеть дальнейшее продвижение. То есть, заметили, да, мы пока даже не строим ничего, мы пока просто мыслим и понимаем вообще, как выглядит весь процесс. К сожалению, вот так же, как в интерьере или в архитектуре, это концепция вообще того всего, что мы хотим. Если в самом начале ТЗ мы поставили неправильно, то и двигаться мы всю дорогу будем не туда. Поэтому, пожалуйста, вот эти вещи, я специально на них сейчас акцентирую внимание, потому что они самые основные. И третья часть – это административная. Блок, да, такой большой. Вы тоже должны этим заниматься, либо лучше делегировать. Это юридические вопросы, бухгалтерские, документы, IT, документы студии, по которым вы работаете, шаблоны и все, что с этим связано. И это тоже такая вот совсем не дизайнерская часть, но этим тоже кто-то должен заняться. Либо вы, либо организовать кого-то себе в партнерстве. Пятая часть – как поднять цену. Интересна кому-то такая тема? Как поднять цену за свои услуги? По наблюдениям, опять же, как показывает практика, самый простой, эффективный и быстрый способ, он не совсем как бы условно честный, но самое-самое важное – это быть известным. Как только ты известный, тебе идут лучшие клиенты, лучшие проекты, потому что люди в основном не понимают качество дизайна, к сожалению. Они не разбираются, хороший ты дизайнер или плохой. Они знают и видят тебя по картинке, по фасаду и идут по рекомендациям. Поэтому чем больше вы известны, тем у вас будет и ценник лучше, тем и статус лучше. Это не совсем честный способ, конечно же, но человеческий мозг так устроен. Мы здесь не осуждаем, мы не придумываем чего-то, просто вы должны это знать, что лицо на обложке журнала, человек, который публикуется где-то, выступает, он в приоре лучший дизайнер, он больше прав. Хотя это может быть не так. То есть может быть совершенно гениальный дизайнер, совершенно неизвестный сидеть и никогда никто о нем не узнает. Так устроен мир, устроена наша жизнь, ничего с этим не поделаешь. И исходя из этого, я знаю, что у многих, у меня в том числе, к этому такое не очень хорошее отношение. То есть мне хочется, чтобы меня выбирали именно за работы, именно за то, как я мыслю, за все, что здесь я могу сам представить, за мое творчество. Но это не всегда, к сожалению, получается. Поэтому приходится действовать какими-то вот такими способами, в том числе, и вы их тоже должны обязательно использовать. Тогда вы сможете поднять стоимость. Есть люди, которые приходят именно к вам. Конечно, да. Которые приходят именно к вам, которые анализируют информацию, заходят на сайт и действительно выбирают именно логикой, не эмоциями. То есть они выбирают действительно так, как нужно, так, как мы и должны делать. Но, опять же, к сожалению, таких людей всего 5%. Ну вообще так, по общей статистике, по наблюдению. Поэтому, если вам хватит такого количества людей, если вы работаете один, это окей. Но как только вы организуете студию, очень сложно будет только за счет тех людей, которые анализируют, выбирают работать. Вам все равно нужно строить сарафанное радио, вот как кто-то говорил, это все равно работать. Сарафанное радио все равно известность только в узких кругах, в маленьком круге. А известность в широком смысле, это известность в широких кругах. И вас советуют не потому, что вы с кем-то работали, просто потому, что вас знают. А других дизайнеров они не знают. Это вот мы здесь сидим и все друг друга знаем, смотрите, сколько дизайнеров, прикольно. Люди, которые не вращаются в наших кругах, они знают одного из нас, всего одного. И вот один этот дизайнер, он там закрывает, может быть, все потребности вот какого-то отдельного сообщества или клуба какого-нибудь. Это очень важно, поэтому помните быть на виду, на слуху. Это нужно, это просто необходимость в наше время. Поэтому копирайтинг, публичные выступления, публикация, работа с прессой, об этом завтра будем говорить детально. Очень важная тема. Шестое. Это решение. Чтобы что-то поменять, если вы хотите что-то поменять, нужно принять решение самостоятельно, внутри, здесь, прямо сейчас, прямо во время вот этих двух-трех дней. Лучше, чтобы вы приняли решение, исходя из тех спикеров, из тех тем, которые у нас будут, обязательно записывайте себе. У нас есть такое упражнение, я его всегда даю. Давайте здесь тоже такое упражнение внедрим и сделаем. На каждом выступлении, какое бы оно вам ни казалось скучное, неинтересное, даже если спикер не очень хорошо говорит, возможно, да, потому что он не профессиональный спикер, он профессиональный дизайнер, допустим. Это тоже бывает. Но постарайтесь услышать суть. Суть того, что спикер пытается донести. И дам вам такой еще небольшой лайфхак. Если сути как бы вы не можете услышать, это не значит, что ее нет. То есть человека не зря позвали, он здесь почему-то. И я в этих случаях, я очень тоже посещаю лекцию, люблю, я не стесняюсь спрашивать. То есть прямо можно спикера давать ему какие-то вопросы наводящие. То есть видно, что он летает вокруг да около. Можно спросить конкретней. Он, возможно, и ждал этого вопроса, чтобы раскрыться. Поэтому вы тоже можете понять. Хорошо заданный вопрос – это тоже очень-очень важная часть. Так вот, вернемся к заданию. Задание такое, что у каждого спикера, где бы вы это ни были с сегодняшнего дня, постарайтесь на всех мероприятиях выписывать звездочку. Просто ставьте себе и одну хотя бы важную мысль. То есть вот вы записали, конечно, себе много всего. Там даже, может быть, я вижу, что сейчас записывает кто-то. Но вам нужно записать и отметить самое важное. Что-то, что вы внедрите уже вот в первую очередь. Каждого спикера. Звездочку на одну важную позицию. Чтобы это было как-то публично, мы еще и делаем, если у вас есть там социальные сети или инстаграм, фоткаете, публикуете, подписываете хэштег и говорите, вот самая важная мысль у него такая-то, я буду это делать. Это вот прям тоже очень хорошо работает. Но это уже по желанию, как хотите. Мы так делаем, и это работает. Дальше. Ваше решение меняться и действовать. Седьмое. Уважение к себе. И уважение равно к клиенту. Клиенты не любят работать с людьми, которые себя не уважают. То есть клиент не будет работать с тряпкой. Первое, что нужно сделать, это не потакать всем его желанием, какой бы он вип и статусный не был. А надо работать таким образом, чтобы клиент чувствовал вас профессионалом. Пока вы сами, у вас не будет структуры, пока у вас не будет понимания, кто вы, осознание, не будет уверенности в себе. Я сейчас рассказываю не потому, что я какие-то курсы там проходил, ораторское мастерство или еще что-то. Потому что это идет из души и изнутри. Я это знаю, я в этом уверен 100%. Поэтому получается. Поэтому вы слушаете, это интересно. Также и с клиентом, когда вы общаетесь, опять же, я общался с большим количеством дизайнеров, они говорят, вот, а клиент сказал, клиент мне в 3 часа ночи звонит. И что мне ему ответить? Не брать трубку? Как же это невежливо? А просто и спокойно сказать, что ночью я сплю, не звоните мне, пожалуйста, больше на выходные, я отдыхаю. Это простое, понятное действие, но люди почему-то боятся это сделать. Не бойтесь этого, клиенты это не боги, вам не нужна эта сделка обязательно, вы должны точно уважать себя, а уважение идет от понимания. Пожалуйста, будьте здесь внимательны. Очень часто клиенты устраивают проверки, у меня так было, когда пытаются специально спросить какие-то вещи, которые, в принципе, не нужно делать. Я говорю, не, мы так делать не будем. Он говорит, ну, как же не будете, а все делают. Три варианта планировки, допустим. А мы один делаем, у нас такой подход. Мы делаем один вариант планировки, но делаем его правильно. Он говорит, а как же, вот, мне обещают в других компаниях 5. Я говорю, ну, отлично, идите в другие компании. Я объясняю, почему мы работаем именно так. И в итоге он говорит, спасибо, я и ждал этого ответа, я хотел услышать в вас, что вы не уйдете со своего мнения, а останетесь на нем, поэтому заказ ваш, пожалуйста, берите, делайте. Это очень круто. То есть, как только у вас есть позиция, люди ее всегда будут проверять, а вы должны всегда ее держаться. Будьте тоже здесь внимательны. Проверки клиентов. Восьмое. Как у вас комплектации с агентскими? Все нормально? Или есть какие-то вопросы? Бывают? У кого бывают какие-то вопросы, трудности с клиентом? И так, один человек только? Остальные стесняются? Поднимайтесь смелее. Хорошо, а у кого вообще вопрос по комплектации и по агентским вознаграждениям никогда не возникает? Есть такие? Так, все, понял. Все вообще стесняются? Я вижу, что у вас это вообще какая-то запретная тема. Ребят, так нельзя. Вы что? Никто ни туда, ни сюда руку не поднимает. А вдруг кто запишет и посмотрит. Вы что? В Москве уже повеселее с этим, честно скажу. У нас уже прямо все. Или туда, или сюда. Да, есть разные концепции, разное мнение, но так или иначе никто не боится это обсуждать как минимум. Что вы боитесь? Вы вообще о чем? Вся Европа, весь мир работает и с агентским вознаграждением, и с работой с клиентом. Нельзя так вот сидеть и робко поднимать руку. Вы что? Вы должны точно знать, на чем вы зарабатываете, как вы это делаете, какую услугу вы оказываете в конце концов. Что такое дизайн проект, что такое авторский надзор, что такое комплектация, где границы между ними, сколько вы берете денег и какие услуги клиент получает за эти деньги. Как без этого вообще жить? Как без этого работать? Нельзя. Агентские вознаграждения от поставщиков. Отдельная тема, вы заключаете агентский договор и работаете с поставщиками, вне зависимости от комплектации. Два отдельных блока. И то, и то вы должны делать обязательно. Дальше уже сколько это процентов? Один, два, три, десять. Это уже вам решать, но принцип работы должен быть четко сформирован в голове в первую очередь. Тогда будут деньги, тогда будет работа, тогда будет творчество и тогда будет успех. Только вот это. А вот не стесняйтесь, пожалуйста, никогда. Это важная-важная часть нашей работы. И не платят, и проблемы есть именно потому, что стесняйтесь, потому что не получается сказать, да, мы берем деньги вот за это, но за то мы даем вот такие-то услуги. Почему нет? Следующее. Разберите, в общем, пункт номер восемь с комплектацией и агентским. Девятое. Я знаю, что у вас есть такая проблема, но либо мне об этом сказали, что очень многие дизайнеры не могут делить именно работу, именно работу там за деньги, да, и творческая составляющая. То есть клиенты есть, вы берете заказы и надо работать, а потом в процессе клиент что-то меняет, он диктует свое, и отказаться нельзя, потому что вроде деньги платят, а денег отказываться очень тяжело. Бывает так? Но он диктует что-то свое. Бывает так у вас? Вот, знаю тоже, что такая штука есть, есть рецепт, и рецепт он тоже, как ни странно, находится в голове у нас. Я рекомендую, для чего в том числе и студии существуют, и я так тоже делаю на самом деле, у меня там не все клиенты, которые прям вот идеальные, да, я стараюсь хороших клиентов с классными проектами, с какими-то очень интересными идеями, с интересными людьми, стараюсь вести сам. Потому что для меня это удовольствие, для меня это творчество, это то, ради чего я вообще в этом бизнесе в дизайне. То есть я очень-очень люблю необычные задачи, необычных клиентов и необычные проекты. И мы их ведем как бы вот нашим узким кругом. Но есть еще проекты для денег? Конечно же есть. И для этого у нас есть в том числе команда, команда из другого условно отдела, да, есть наши выпускники, есть наши ученики, которым интересно работать с небольшими проектами. Стандартная, как квартира в классике 100 метров. Куда уж проще заказ, там все понятно, все по полочкам. Но тем людям, которые только начинают свой путь, это все в новинку, им это все интересно. И здесь я хочу сказать о том, что каждый дизайнер обязан работать только с теми проектами, которые его вдохновляют. Но нельзя отказываться от остальных. И вот остальные надо уводить на систему, на бизнес, на творчество. То есть даже если какой бы вы ни были не системный человек из пункта номер два, как бы вы не были эмоционально привязаны к клиентам, вы можете, вернее, отдельно работать с людьми, которые вам нравятся, с которыми вы работаете, с клиентами для вас условно. И отдельно вы можете взять либо партнера, либо построить небольшую студию, структуру, которая будет зарабатывать деньги. Делите заработок денег просто и творчество. И это будет работать. Главное не смешивать это все воедино и не думать, что вот почему 4 из 5 клиентов какие-то непонятные, да, вот только один там у меня нормальный, остальные все меняют. Это не с клиентами что-то не в порядке, это так и должно быть, у всех так. Просто с этим надо работать. И последняя тоже часть, которая очень сильно всех волнует, один из самых основных и главных вопросов, это команды и делегирование. Большой вопрос, где найти хороших сотрудников, как их мотивировать и удержать. Есть такие вопросы, да? Знаю, что есть, конечно же. Один из основных, самых главных этих вопросов. То есть не только даже вот хорошо мы все построили, система, кто в ней будет работать. И здесь нет однозначного ответа, да, вот именно поиск сотрудников, он тоже многогранный. По сути это как и поиск клиентов. Мы создаем некие возможности или должны создавать некоторые возможности для того, чтобы к нам привлекались клиенты. То есть, опять же, возвращая нас к известности, да, если мы известны, если мы интересны, если у нас классные проекты, так же, как к нам приходят новые клиенты, так же к нам приходят и заинтересованные сотрудники. Если мы даем какую-то пользу в мире, если мы что-то рассказываем, ну, к примеру, мы проводим обучение, мы проводим вот мастер-классы, проводим выступления такие, да, люди это видят. Вот то, что я сейчас рассказываю, кому-то близок этот подход. Кто-то из вас или сам, или расскажет другу, подруге, расскажет, что вот есть такая студия, есть такая компания, кто-то из них может быть зайдет, кто-то из них какая-то часть напишет резюме, и какая-то часть из этой части, возможно, подойдет нам, а мы подойдем им. И вместе мы будем расти и развиваться. Поэтому так же должно быть и у вас, чем вы более известны, чем вы более интересны, чем вы более полезны людям, тем больше к вам будет людей приходить. А что касается ответственных или неответственных людей, здесь есть обычная статистика. Один из двадцати, как правило, с кем мы встречаемся, получается очень хороший сотрудник, с которым мы можем работать один, два и три или даже более лет. Один из двадцати. Поэтому в принципе вопрос только больше смотреть, с большим разговаривать и один из двадцати нам подойдет. Если вам повезло и получается быстрее взять такого человека, то вы везунчик, либо вы очень хорошо позиционируетесь и очень хорошо продвигаетесь в том плане, что очень хорошо понятно, чем вы занимаетесь, их вам лишнее не ведут. Но по статистике, опять же, это не я придумал, это не только моя статистика, это люди, с которыми мы работаем на курсах, и мы вместе делаем вот эти студии, и они набирая людей, я знаю, что это есть проблема, мы вместе все выявили, что один из двадцати фрилансеров будет нормальный. Поэтому ничего здесь тоже страшного и сложного нет, есть технология поиска людей, и вы точно найдете своего сотрудника. Еще одна важная вещь здесь хочется сказать, опять же, про сотрудников, то, что не деньги мотивируют творческих людей, точно, их больше мотивируют, деньги должны быть естественно, но их больше мотивируют участие в интересных проектах и в собственный рост. Деньгами, повышением зарплаты, ну, можно решить ситуацию, удовольствие от работы, но только там на один-два месяца, не больше. Поэтому вы должны придумать интересные задачи, вы должны давать им вразды правления над клиентом, над процессом. Нельзя посадить людей и диктовать им, что делать, это не будет работать, это не конвейер. Будет работать, если вы построите некую систему, и в этой системе люди смогут найти себя и развиться. Тогда они будут оставаться и будут развивать и ваши, и ваши студии. Это сложно, но это возможно так же. Я покажу, как это делать завтра и послезавтра. Зададите вопросы, мы сможем вместе это все построить. Но, в принципе, и все. Решение самое главное. Слово, наверное, за сегодня, завтра и послезавтра. У вас должно быть решение. Либо оставить все как есть. То есть вы здесь, я думаю, что для того, чтобы прости, это точно не ваш путь. Это не мой путь, я здесь в том числе тоже для того, чтобы выкатиться знанием, опытом. Посмотреть, как другие люди работают и что-то поменять в себе, в нашей компании, в нашей студии. Потому что мы с миром вместе должны постоянно меняться. Потому что мир меняется, и если мы не развиваемся, то мы просто всегда отстаем. Продолжайте меняться, продолжайте принимать правильные решения. Я желаю вам успехов и удачи на сегодняшнем, завтрашнем и послезавтрашнем дне. В вами был Станислав Орехов. Спасибо.